В этом дворе на улице Советской теперь неспокойно. Обстановка между соседями наклина до предела. Причиной тому инцидент с участием пенсионера и ребенка, который произошел 29 июня. По словам местных жителей супругов Гребенкиных, их старшая 8-летняя дочь гуляла на детской площадке. В момент, когда она переговаривалась с матерью через открытое окно, к девочке подошел пожилой, но крепкий с виду мужчина. Схватил ребенка за руку и потащил. Куда конкретно, непонятно. Обзор закрывали густые кроны деревьев. Он подошел сзади, схватил ее и потащил в ту сторону. То есть дальше из-за кроны дерева мне не видно. Обзор загораживает. Я кричала в окно, отпусти моего ребенка. Далее я вижу, что он делает крюк и тащит ее в ту сторону. То есть не к подъезду, не ко мне. В ту сторону. И уже там мой муж его догнал. Отец девочки преодолел расстояние от своей квартиры до двора в рекордные сроки. Алексей утверждает, сосед не хотел отпускать дочь даже после требования родителя. Он ее вел за левую руку. Она в этот момент, когда я подбежал, ее схватил. Она осмелела, что все-таки здесь уже папа. И она от него правой рукой вот так вот отмахнулась. Но он ее не отпустил. Он, отпустив одну руку, перехватил ее за ту, которой она отмахнулась и дернул к себе. То есть он между мной и им был мой ребенок на разрыв. Он не отпустил даже ее мне. После чего я применил силу и забрал своего ребенка из объятия этого мужчины. Он упал. Я развернулся на руках. Ребенок оказался на руках. Она сразу разрыдалась в голос. Супруги Гребенкины утверждают, есть свидетели инцидента. Среди них сотрудник правоохранительных органов, который подоспел следом за Алексеем. Чем было вызвано такое поведение пенсионера, разобрались не сразу. Как оказалось, девочка днем ранее разбила стекло так называемого подснежника. Вот этой самой машины, которая, судя по всему, принадлежит пожилому мужчине, участнику конфликта. Он ее схватил, потащил сначала к своему автомобилю, приговаривая, зачем ты разбила мой автомобиль, сейчас сниму штаны и выпарю. Когда он ее потащил обратно, показывай свой автомобиль, сейчас возьму кирпич и разоби, посмотрим, что будет. Он при полицейском, не стесняясь, сказал, таскал и таскал, ведь я же с нее трусики не снимал. Когда мы начали выяснять у Видана, что же произошло, она сказала, ее заинтересовала сеточка, паутинка, вот боковое стекло, боковое стекло водительское, оно было паутинкой. Ей стало интересно, почему вот эта паутинка не рушится, вроде стекло разбито, а не рушится. Она взяла камушек и туда бросила. Тот момент, почему мужчина трогал ребенка, а не подошел сразу ко взрослым, все равно остается непонятным. Но в каждом конфликте есть как минимум две стороны. Вторая обозначить свою позицию не пожелала. Мы позвонили участнику происшествия, но поговорить нам с ним не дали. Вместо этого неизвестная женщина в довольно резкой форме скрупулезно выяснила наши данные и намерения, а затем сообщила. Когда мы захотим, чтобы вам сказать, мы вам позвоним. В результате инцидента ребенок боится выходить гулять. Подснежник, которому, кстати, накануне досталось похожим образом от другого любопытного ребенка, продолжает стоять во дворе уже с заклеенными окнами. Согласно имеющимся у нас сведениям, пенсионер после драки вызвал скорую. И теперь в отношении отца девочки может быть возбуждено уголовное дело по факту побоев. Гребенкины тоже готовят обращение в правоохранительные органы. Тем временем конфликт активно обсуждают в социальных сетях. Мнения сторонних лиц разделились. Одни советуют молодым родителям лучше воспитывать своих детей и не трогать пенсионера. Другие возмущены поведением пожилого мужчины и уверены, что за поступки малолетнего ребенка спрашивать с самого начала автовладельцу следовало исключительно с родителей девочки. Как оказалось, конфликтный случай с участием этого пенсионера во дворе не единичный. По словам местных жителей, мужчина – охотник. У него есть охотничья собака, которую он выпускает на самовыгул. Собака уже несколько раз набрасывалась на прохожих. Год назад покусала пенсионерку. Меня укусила собака соседская. Сосед, я к нему ничего не имею. Но так как он собаку удерживает, охотничья собака без намордника не привязана была. В общем, полная свобода собаки. Он меня все таскал в больницу сам. Возил на машине. Лекарства покупал. Вот раньше, раньше он был очень доброжелательным человеком. Когда работал еще на мебельной фабрике, я работала в детском саду. Он хорошим помощником был. Помогал во всем. Вот ничего не скажешь. Но как ведет себя по отношению... Вот люди, ему говорят, что убери собаку. Или ты привяжи ее где-нибудь. Или намордник надень. Все без толку. Подавать заявление в правоохранительные органы Тамары Рысевой не стало. Но на улицу теперь тоже боится выходить. Так и живут соседи одного двора, совсем не по-соседски. А самая юная участница соседских конфликтов, восьмилетняя девочка, тем временем уяснила как минимум две вещи. Трогать чужое ни при каких обстоятельствах не стоит. А если тебя вдруг хватает посторонний человек, нужно кричать «помогите!» и «я вас не знаю». Потому что кто знает, какие у него намерения. Продолжение следует...